В городах Кубанской митрополии состоялись зональные семинары «Поизда творческих идей». Это совместный проект отдела религиозного образования и катехизации Катериндарской епархии, Министерства образования, науки и молодежной политики и Института развития образования Краснодарского края. В год педагога и наставника программа «Поизда» посвящена 809-му указу президента Российской Федерации о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Первая остановка была сделана в городе Геленджике. Всякое доброе дело следует начинать с молитвы. Поэтому первый день работы начался с посещения Божественной Литургии в Свято-Андреевском соборе, где богослужения совершили митрополиты Катеринодарский и Кубанский Григорий и епископ Новороссийский и геленджикский феогност, в сослужении духовенства собора, а также руководители епархиального отдела религиозного образования Протерея Александра Игнатова. В богослужении приняли участие представители Министерства образования Края, руководители Управления образования муниципалитетов Кубани, участники просветительского проекта, прихожане и гости города. Также в Геленджик приехали и исполнили песнопения за богослужением казаки Рождественского храма города Краснодара. Многие исповедались и причастились к святых христовых таинств. По завершению литургии специально для начальников управления образования состоялся сезональный семинар. Сегодня будет представлен проект «Поезд творческих идей». Готовы его представить не только здесь, но и на других площадках. Пожалуйста, приглашайте. Мы с радостью приедем. Если нужна какая-то помощь от священнослужителей, то же она вам будет оказана. Обращайтесь, мы всегда готовы вам помочь. Всегда вместе с вами. И надеюсь, что общими усилиями и государства, и общества, и церкви нам с вами всем удастся решать те задачи, которые перед нами стоят. Надеюсь, что их решение приведет к благу нашего общества. Важность условий сегодняшнего времени ставит перед участниками проекта необходимость выступить перед будущими офицерами нашей армии, курсантами Краснодарского высшего военного училища имени генерала Штеменко. Что хотелось бы вам всем пожелать, ребята? Чтобы каждый из вас вынес из сегодняшней встречи самое главное, что Бог есть, что есть Родина, и есть великая задача у каждого из нас на своем месте ее защищать. Мне хотелось бы пожелать всем вам здоровья, сил, помощи Божьей в вашем очень важном труде и такой замечательной работе, которую так часто называют работой Родину защищать. А мы за вас помолимся и пожелаем вам всего самого-самого доброго. Современный офицер без таких качеств, как вера в Бога, готовность к выполнению учебно-боевых задач в любых условиях просто не состоится. Поэтому основной темой выступления в военном училище стала защита Отечества как священный долг и возвращение к вере великих сынов и защитников земли русской, святых Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова, Александра Суворова. По сути дела, это были не слова учителей, это был материнский наказ для вас, будущих защитников. Но будущих защитников не бывает, потому что в любой момент времени каждый из вас понимает, что по зову Родины он выполнит любую задачу по защите своей страны, по защите своих матерей, сестер. Поэтому, я думаю, все придя домой, спокойно осмыслят сказанные сегодня фразы. И когда настанет время принять правильное решение, у вас будет крепкий дух. Также, несмотря на период летних каникул, проект посетили более 500 представителей педагогической общественности из 13 муниципалитетов Кубани, а также студенты педагогического факультета Кубанского государственного университета. Наши не придут. Наши – это мы. Вот тема творческих семинаров о новых подходах к воспитанию, которое непременно должно основываться на вере во Христа, особенно необходимой сегодня подрастающему поколению. От простого школьного учителя зависит, каким будет сценарий нашего общего будущего. В своих выступлениях участники проекта постарались раскрыть истинные христианские смыслы традиционных ценностей, которые отмечены в указе как опорные и спасительные. Учитель – как хранитель традиций. Можно ли совместить милосердие и справедливость? Какую тайну семейной любви учитель может раскрыть детям? Роль учителя в трудовом воспитании школьников? Эти и другие темы звучали на семинарах поезда. Сегодня очень замечательно и по времени, очень важные были сказаны слова, очень много направлений. И те документы, те нормативные акты, и закон-указ президента, которые сегодня, можно сказать, разложили по полочкам, его нужно брать, с ним нужно работать. И очень много новых идей, которые действительно можно воплотить в жизнь. Семья и семейные ценности – это то, что всегда очень важно для нашей с вами страны. Что хотелось бы сказать в завершении? Вот все, что мне хотелось сказать, сказали наши учителя. Нам с вами остается только теперь все это воплотить в жизнь и сохранить наши семейные ценности. И в этом нам поможет вера и сохранить наши традиционные отношения без смены пола и гендерных изменений. Нам с вами предстоит самое главное – обратиться ко Христу, потому что без Него у нас с вами ничего не получится. А с Богом мы все преодолеем. Христос посреди нас! Есть и будет! На этом проект «Поиск творческих идей» закончен. Но в год педагога-наставника планируется организовать семинары в сентябре. Холодно, темно и одиноко В мире без любви и доброты Люди научились жить без Бога И не верят в сказки и мечты Зло не удержим, орвется к власти Но а ноги сильно вновь и вновь В мире, где живут добро и счастье и любовь Только добротой сердец Этот место греть мы сможем с вами Только добротой сердец Добрыми делами и словами Из реки планеты звезд Этот шаг земной вращаться будет До тех пор пока сумеют люди Отдавать тепло сердец Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова